Журналисты – это безусловно особенный класс людей. Постоянная смена событий, общений и активный образ жизни, способный заменить им и сон, и отдых. Сегодня для представителей краевых средств массовой информации начался трехдневный фестиваль «Регион Медиа-2018» про Забайкалье. Зал Дворца молодежи «Мегаполис» был переполнен медийными личностями. Журналисты, блогеры, редакторы и продюсеры, в том числе из конкурирующих СМИ, наконец объединились, чтобы поговорить о проблемах современной журналистики и о том, что интересно сегодняшнему читателю, зрителю, слушателю. «Регион Медиа» – это фестиваль, который был возрожден правительством Забайкальского края в совершенно новом формате. В первую очередь это связано с тем, что в регионе должны быть сильные средства массовой информации, сильные и независимые. Те следствия массовой информации, которые, с одной стороны, изменяют жизни к лучшему, слышат власть, пытаются решить проблемы людей. Это очень важно. И чтобы этот диалог был двусторонним, и власти СМИ слышали друг друга, наверное, может быть, и возникла эта идея – организовать подобный фестиваль. Взаимодействие медиа и представителей власти – площадка, которая в этом году вызывает наибольший интерес. Может ли СМИ, будучи независимым, отражать объективную картину жизни? Как находить компромиссы в общении между четвертой властью и правительством? Модератором данной площадки уже завтра будет главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Во время открытия фестиваля «Регион Медиа» на заданную тему рассуждал заместитель председателя Союза журналистов Алексей Вишневецкий. После достаточно долгого разговора с представителями Красноярской мэрии, заместитель мэра сказал замечательную вещь. Я вот теперь прям афоризм его записал для себя. Он сказал, я вас понял, ну я долго с ним разговаривал, он сказал, я вас понял, пресса не обязана поддерживать власть, но власть обязана поддерживать прессу. Все равно с властью так или иначе приходится работать. Ну мне кажется, что должны делать первый шаг журналисты, потому что прежде всего мы заинтересованы в получении информации и в снабжении ею своих читателей и зрителей. Поэтому это в наших интересах. И в наших же интересах убедить представителей власти в том, что необходимо с нами сотрудничать. Открытие фестиваля СМИ – это все же праздник с песнями, танцами, фуршетом и вип-персонами. Однако губернатор Наталья Жданова на мероприятие приехать не успела. Равно как и Виктор Шкулев – председатель Оргкомитета медиафорума и председатель правления Забайкальского землячества. Виктор Михайлович, хоть и с большим опозданием, все же прибыл. Что называется, с корабля на бал. Он с радостью поддерживает проект фестиваля и считает, что тем для общения множество. Среди них есть и вечные. Одна из них – это бизнес. Нам нужно заниматься бизнесом, потому что все-таки основу любого успешного проекта составляет бизнес. Если бизнес есть, то проект будет жить, развиваться и решать свои задачи. И если этого не получается, то, конечно же, сложно рассчитывать на успех. Поэтому много будет дискуссий вокруг бизнеса, и я думаю, что это всегда будет. И другая очень важная тема, как раз ровно та, которая касается профессионализма в журналистике и того, чтобы поспевать за требованием времени. Вот эти вот все тенденции, новые, ноу-хау, которые могут быть – это тема, которая, мне кажется, будет актуальна всегда. Сразу после торжественной части форума закипела работа. Первая дискуссионная панель касалась нестандартных подходов в работе региональных СМИ. Среди спикеров и генеральный продюсер Забайкальской медиагруппы Андрей Василенко. Мы посмотрим, о чем конкретно пойдет разговор, потому что спикеров много, но, судя по докладам, разговор ожидается интереса. Я затрагиваю комплекс проблем, примерно 9 вопросов, о которых поговорим. Это и законодательное регулирование, и, конечно же, особенности современного телесмотрения, поведения современной зрительской аудитории, анализ их интересов, поскольку следует отметить, что именно поведение аудитории в современный момент потреблением медийной продукции, любой, будь то телевизионной продукции, телевизионное вещание, радиовещание, очень-очень сильно изменилось. По факту же дискуссии так и не получилось. За полтора часа отведенного времени каждый спикер, а их было восемь, затрагивал ряд проблем. И это было больше похоже на доклады, нежели на обсуждение. Да и программа фестиваля, которую держали в руках участники регион-медиа, вызвала недоумение в части биографии Андрея Василенко. Представитель Disney ABS Networks строчкой ниже оказался заместителем редактора районной газеты «Приаргунская заря». Возможно, организаторы мероприятия так проникли с его ораторским мастерством, что захотели принять за земляка.